Всем привет, это Александр Бармин и это специальный выпуск. Я решил его записать, так как нашел статью, которая, на мой взгляд, очень важна, заслуживает отдельного внимания и слегка не вписывается в формат weekly links. Обычно в weekly links я рассказываю о том, что происходит в мире Java, но сегодня совершенно другой повод и это JavaScript. Да-да, не удивляйтесь. Несколько слов, почему это важно. Кажется, на первый взгляд, что во фронтенде сейчас сплошь и рядом используют React, Tangular, Vue Framework, Svelte и еще что-нибудь. Типа, ну я даже не знаю, Next.js. Однако, статистика показывает, что по состоянию на конец 2022 года 77% из 10 миллионов самых популярных сайтов используют jQuery. Сейчас перейдем к новости, а пока поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если все еще этого не сделали. Это не только нравится алгоритм YouTube, но и мотивирует меня выпускать новые видео. Что же произошло? 6 вярля 2024 года Тимми Вилсон в блоге jQuery опубликовал статью о том, что вышла бета-версия jQuery 4. Работа над ней велась довольно долгое время. И что же добавили? По заявлениям автора добавили багфиксы, улучшение производительности и определенный breaking change, несовместимые изменения. А также убрали поддержку Internet Explorer в версии меньше 11. Но Internet Explorer сам по себе все еще поддерживается. Почему это важно? Потому что есть много корпоративных систем, которые обновляются не так быстро и все еще используют Internet Explorer 11. Для того, чтобы сделать процесс миграции проще, команда jQuery подготовила jQuery-migrate-plugin, который должен с этим помочь. На текущий момент новые версии jQuery доступны через npm и через cdn от самого jQuery. Сторонние cdn-хостинги ее пока не предоставляют. Давайте по порядку. Итак, в первую очередь в jQuery 4 убирают поддержку Internet Explorer всех версий меньше, чем 11. То есть 10, 9, 8 и всех более старых. Но, кроме всего прочего, это также позволило уменьшить размер бандла на целых 867 байт. И кажется, что, в общем-то, это не так и многое, чуть меньше килобайта, но на самом деле, если посмотреть, как широко jQuery используется, это тоже довольно важно. Кроме поддержки Internet Explorer 10 всех предыдущих, также убрали поддержку браузера iOS меньше версии 11, Firefox меньше 65 и Android браузера. Кроме всего прочего, убрали поддержку Edge Legacy. Про Edge Legacy хочется сказать отдельно. Дело в том, что Edge Legacy это браузер Microsoft Edge, который был до этого построен на своем собственном движке. На текущий момент Edge построен на движке Chromium, а Edge Legacy это его предыдущая версия. Кроме всего прочего, рекомендуется использовать версию jQuery 3, если поддержка этих браузеров все еще нужна. Ну, опять же, например, для старых Legacy корпоративных проектов, в которых от довольно длинной поддержки никуда не деться. Кроме того, что убрали поддержку старых браузеров, точно так же убрали некоторые API, некоторые методы из jQuery. И связано это в первую очередь с тем, что во всех современных браузерах, естественно, старше, чем Internet Explorer 11, F11 и так далее, появилась нативная поддержка всех этих функций. Ну, например, убрали jQuery из Array, jQuery parse JSON, jQuery из Function, из Windows и так далее. С чем это связано? Это связано с тем, что в этих браузерах уже есть нативная поддержка данных функций, что, в общем-то, неплохо. С другой стороны, нужно будет переписывать старый код, если внезапно эти функции использовались. А с третьей стороны все еще есть jQuery Migration плагин, который на самом деле позволит смигрировать гораздо легче. Что еще интересного произошло? Фронтендеры говорят, что была большая проблема с порядком ивентов в браузере. Focus in, focus out, focus in blue. И порядок ивентов, которые есть в браузере, он на самом деле менялся с течением времени. И здесь стоит отметить очень важный факт. Факт состоит в том, что библиотека jQuery сама и ее разработчики активно участвовали в разработке этой спецификации и предлагали консорциуму V3C разнообразные предложения о том, в каком порядке на самом деле эти ивенты должны выбрасываться и обрабатываться. Если посмотреть на страницу, то здесь видно, что порядок, в котором jQuery предлагает это делать, это focus out, blue, focus in и focus. Он не такой, как порядок в jQuery версии 4, потому что там blue, focus out, focus, focus in. И вновь это не соответствует тому, как это работает в браузере Internet Explorer. Но это еще не самое интересное. Кроме всего прочего, спецификация V3C, которой в современной браузере должны следовать, говорит о том, что порядок должен быть снова не такой. Он должен быть focus out, focus in, blue и потом только focus. И я еще раз хочу отметить, что на самом деле это очень здорово, что спецификация развивается, и то, что широко используемые библиотеки, и их разработчики контрибьютят и вкладывают, а также влияют на разработку стандартов. Вот такая вот короткая новость. Продолжим следить за jQuery 4, а также продолжим следить за тем, как другие фреймворки начнут на него мигрировать. Стоит отметить, например, такой широко используемый фреймворк, как Twitter Bootstrap, тоже довольно широко под капотом использует jQuery. Будем следить за изменениями. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Это радует не только меня, но и алгоритмы YouTube. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok